Всем привет! В этом видео я показываю, как сшить летнее платье по готовой выкройке холли от Вики Соу. На мой 36 размер мне потребовался 1 метр 80 сантиметров ткани. Также нам потребуется молния, немного дублерина, косая и долевая кромки. Подробно останавливаться на раскрою не буду, отмечу только важный момент. Начинаем! В этом платье у нас юбка кроится по косой. Что это значит? Мы укладываем нашу часть юбки, вот у меня тут передняя часть, вот таким вот образом. То есть линия долевой у нас должна быть параллельно кромке нашей ткани. То есть, чтобы посмотреть параллельно ли она, мы берем вот так вот линейку и смотрим, чтобы везде и снизу, и сверху было одинаковое расстояние от этой долевой линии до кромки. Аналогичным образом мы раскраиваем заднюю часть юбки. То есть мы ее укладываем. Долевая у нас должна быть параллельно кромке нашей. Дальше мы вот так вот ее переворачиваем, чтобы у нас детали были зеркальные. А я тут тоже себе нанесла вспомогательную линию долевой, вот так же переворачиваем. Долевая у нас должна также совпадать с кромкой. И будем дальше вырезать. То есть у нас получатся две зеркальные задние части. Итак, показываю, что у меня получилось после раскроя. У меня есть две части верхней детали переда. Это та часть, которая у нас будет драпироваться и куда у нас будут вставляться завязки. Дальше у нас есть четыре детали спинки. То есть они вот так вот выкраиваются у нас. И их тут по две части. Всего четыре детали. Одна у нас будет как подкладочная использоваться, другая как лицевая сторона. Дальше у нас есть две детали завязки. Две детали бретели задней, две детали передней, они у нас проклеены. И так же у нас по две детали бретели передней и задней части не проклеены. То есть всего у нас восемь деталей бретели. Дальше у нас есть нижняя часть переда, это для подкладки. Верхняя часть переда тоже для подкладки. Рукава два соответственно. Так, дальше у нас есть юбка передняя часть. И две детали задней юбки, выкроены по косой. Дальше мы берем часть драпировки переда и переносим вот эти вот линии на нашу изнаночную сторону. Для того, чтобы нам сделать разметку вот этой петли для пуговиц. Вот такую петлю нам с вами надо будет вынуть. Но предварительно перед этим, вот эту часть мы проклеиваем квадратным кусочком дублерина. Дальше мы берем косую клеевую кромку и долевую кромку. Или кусочек дублерина, точнее полоску дублерина шириной полтора сантиметра. Нарезаем. В общем, мы будем проклеивать вот этой косой кромкой верхнюю часть подкладки переда. Точнее нижнюю часть подкладки переда. Потом мы проклеиваем все вот эти вот продублированные бретели по бокам, вот по длинным срезам. Дальше мы по верхнему срезу проклеиваем косой клеевой кромкой верхнюю часть переда и верхнюю часть подкладки спинки. Далевой кромкой мы проклеиваем место под молнию. То есть у нас на спинке будет место под молнию проклеено. И на задней части юбки там у нас есть метки с вами, до которых нужно это все проклеить. Метки мы будем проклеивать клеевую кромку. Дальше мы берем долевую кромку. И будем проклеивать место под молнию. Место под молнию мы проклеиваем на спинке. У меня кромка шириной полтора сантиметра. Я вот проклеиваю, отступая буквально пять метров. Чтобы у меня шов попал точно в эту кромку. И нам осталось проклеить с вами петли под молнию на детали драпировки. Я вырезала вот такие квадратики из дублерина. Проклеивать я скорее всего буду в два слоя. Чтобы у меня точно все было надежно. Так вот накладываю я вот таким вот образом. Хотя нет, наверное, оставлю один слой. Так, и мне необходимо будет перенести вот эти вот разметки пуговицы на лицевую сторону. Потому что удобнее будет на машинке делать петли с лица. Я их аккуратненько так еще раз обозначаю. И переношу вот таким вот образом на лицо. Итак, сейчас мы идем делать петли вот в этих местах на наших деталях драпировки. Я сделала вот такие вот петельки маленькие. Их нам теперь нужно аккуратненько прорезать, чтобы не повредить нашу переднюю деталь драпировки. Так вот аккуратненько с одной стороны и с другой стороны. Вот эти центральные срезы мы будем обметывать на оверлоке. Вот эти вот срезы. И заодно, пока мы будем сидеть у нашей швейной машинки, рекомендую взять детали бретелей и стачать их по длинному срезу. Мы вот так вот сложим ее и стачаем где-то на 0,7. Не забываем, что у нас бретели скроены по косой. И поэтому они должны хорошо вворачиваться. То есть мы сначала по короткому срезу будем стачивать. И потом пойдем вот эти строчки вот так вот. Так, вот что у меня получилось с бретелями. Один конец у меня стачен, другой открытый. Я сейчас подрезаю немножечко припуски. Где-то до 0,3 может, до 3 мм. Подрежу и буду выворачивать. Еще я обметала срезы нашей части на тряпировке и утюживаю. Сейчас будем пробовать вывернуть нашу деталь завязки. Я, наверное, возьму вот такую штучку. Это рулик для выворачивания. Короче, самое главное нам вот этот вот стаченный конец подогнуть вовнутрь. И вот так вот ставить какую-нибудь тоненькую палочку. И вот так вот ее аккуратненько вывернуть. Только главное не порвать. Потому что этот рулик легко может порвать нашу ткань. Так вот, вроде он достается спокойненько. Вот, достала и вывернула. То же самое мы делаем со второй завязкой. И потом мы будем приутюживать их. Я вывернула и приутюжила свои завязки. Теперь я буду дальше работать с передней частью драпировки. Мы берем, скалываем их лицом к лицу. Вот таким вот образом. И будем прокладывать строчку на расстоянии 1,5 см от среза. Смотрите, какой нюанс я обнаружила. Я бы, если шила бы это платье снова, я бы сделала не как инструкции, проложив эти строчки вот таким вот образом. Я бы их лучше расположила вот так вот вдоль, получается, самого шва. Потому что петли располагаются очень близко к шву. Нам сейчас еще надо будет делать кулиски. И если это все делать таким образом, то получается не очень красиво. Поэтому, если вы смотрите это видео и еще не шьете это платье, сделайте петли, расположите петли вот таким вот образом. В общем, я решила все-таки переделать вот эту драпировку передней части. Потому что я еще столкнулась с такой проблемой, что у меня вот такие вот маленькие петли не влазят в вот эти завязки. То есть я решила сделать петли чуть-чуть подлиннее, где-то полтора сантиметра. Вот. Расположила их таким образом, каким я говорила ранее. Сейчас я их проклею и проделаю те же самые операции, которые я делала с ними и вернусь к вам. Итак, я сделала новую часть драпировки переда. Сделала побольше петли. Разутюжила швы. Припуск у нас тут полтора сантиметра. Теперь я буду прокладывать строчки, образуя кулиску на расстоянии вот этих вот припусков. Ну, то есть с краешку где-то 0,3 я оставила. Я проложила две параллельные строчки по нашим припускам. У меня получилась ширина кулиски 12 миллиметров. Я сейчас приуслуживаю эти строчки. И дальше мне необходимо вставить наши завязки вот в эти дырочки и просунуть их в кулиску. Я возьму самую обычную булавочку, которая пролезет в мою петлю, прикрепляю ее к нижнему концу завязки, которая у нас получается нестаченной. И вот таким вот образом я вдеваю завязку в нашу кулиску. То же самое мы делаем со второй завязкой. После того, как мы вденем вторую завязку, мы вот так вот проложим фиксирующую строчку, чтобы зафиксировать наши завязки. Итак, что я предлагаю сделать дальше? Дальше я предлагаю сделать сразу несколько операций. Мы берем деталь драпировки переда, скалываем ее с деталями спинки по боковому срезу. Вот так это выглядит. Мы скололи деталь драпировки с деталью задней части спинки. Дальше мы берем наши верхние детали переда, подкладки получается переда, и нижние детали подкладки переда. Мы их берем и вот таким вот образом скалываем по вот этому срезу центральному. Так, у нас вот здесь есть надсечка, она должна сходиться. Надсечка на углублении, точнее на выступе. И вот так вот скалываем. Вот что у нас получилось подкладкой переда. То есть у нас две таких детали. Дальше мы скалываем наши детали бретелей. Сначала мы скалываем задние и передние проклеенные детали. Вот они у нас должны принять такую форму. Так, точнее вот тут вот задние и передние. Сначала мы скалываем все проклеенные детали с задней, с передней. А потом аналогичным образом скалываем непроклеенные детали. Так, сначала вот скалываем передние, с задней. Дальше мы берем наши непроклеенные части. Также скалываем лицом к лицу передние, с задней. Также берем наши детали рукавов. Скалываем их лицом по нашему срезу рукава. По шву рукава, точнее. Вот таким вот образом. Мы скололи два рукава. Дальше мы скололи все бретели. Также у нас есть детали подкладки нашего лифа переда. И также мы стачиваем по боковым срезам деталью спинки с деталью драпировки. Итак, после того, как мы стачали все детали, мы сейчас будем разутюживать припуски. На деталях подкладки нашей верхней части переда мы разутюживаем припуски. Вот таким вот образом. Так, на деталях верхней части переда, после того, как мы их разутюжим, мы будем настрачивать эти припуски вот такой вот строчкой на расстоянии 1 мм от шва. То есть с одной стороны будет строчка проходить и с другой стороны. И будем разутюживать припуски боковых швов, где мы стачивали спинку и драпировку. Дальше я разутюживаю швы наших бретелей. После того, как я их разутюжила, я буду скалывать их лицом к лицу. Ну, я скалываю лицом к лицу к проклеенной части по длинному срезу. Так, это у нас не та деталь. То есть у вас должны сходиться перед спиритом, задняя часть с задней частью. И мы их скалываем по длинному срезу, у которого нет вот этих надсечек или контрольных меток. Вот так у нас выглядят бретели после того, как мы их соединили. Теперь мы будем прокладывать стачивающую строчку на расстоянии 1 см. То есть вот мы прокладываем строчку по длинному срезу. Повторяю еще раз. Вот я проложила строчки по бретели. Теперь я приутюживаю строчку. И дальше нам необходимо разутюжить эти швы. Я для этого воспользуюсь вот такой колодкой. Так будет делать удобнее. Разутюживаем мы для того, чтобы нам было их потом удобно заутюживать. Чтобы у нас не было никаких наплывов некрасивых. Поэтому мы их сначала разутюживаем. И после того, как разутюжили, заутюживаем наш припуск на сторону продублированной детали бретели. То есть продублированная деталь у нас будет выступать как изнаночная сторона бретели. После того, как мы заутюжили наш припуск, нам необходимо сделать отстрочку на расстоянии 1-2 мм по подкладочной стороне. То есть вот по продублированной детали. Итак, что еще сделала? Я еще настрочила припуски на наших деталях подкладки лифа. Вот так это выглядит. Нам надо будет сейчас только подрезать вот эти вот припуски до примерно 5 мм. После того, как мы подрежем наши внутренние припуски, мы возьмем вот эти детали и обметаем средний срез. Вот этот короткий, не боковой, а вот средний срез на оверлоке. Итак, показываю, что мы имеем. Я обметала средние срезы на нашей подкладке лифа. Дальше. Настрочила припуски на изнаночную сторону бретели. Теперь мне необходимо ее припуски, точнее, подрезать. Вот так вот, оставляя где-то 3 мм. После того, как мы подрезали припуски, нам необходимо сформировать нашу бретель. Вот этот шов, он должен у нас оказаться на изнанке. Точнее, его не должно быть видно с лица. Вот такая вот бретель у нас должна получиться. Дальше мы берем вот эти детали, скалываем их лицом к лицу. Вот таким вот образом по среднему срезу. И будем прокладывать строчку на расстоянии 1 см по срезу. После того, как мы проложим строчку, мы обязательно разутюжим наши припуски. Я проложила строчку, разутюжила припуски. Теперь я аналогичным образом, как здесь, буду растрачивать припуски. То есть прокладывать строчки на 1 мм от шва по разные стороны. Итак, я уже растрачила припуски. Вот что у меня получилось. Я их приутюживаю. И теперь я беру нашу подкладочную часть спинки. Она у нас тоже проклеена так же, как и другая часть спинки. И скалываю по боковым швам вот эту часть с этой частью. Строчку буду прокладывать на расстоянии 1 см от бокового среза. Я уже проложила строчки. Теперь мне их надо будет разутюжить. Дальше мы будем собирать наш шлифт. Итак, как мы с вами собираем нашу переднюю часть воедино? Мы берем бретели. Ищем, где у нас перед у бретели. Вот у меня тут отмечено, что это передняя часть. Я прикладываю ее на лицо нашей детали драпировки. Совмещаю. Вот у нас где-то тут есть метка, на которой должна находиться наша бретель. И вот таким вот образом закалываю ее, чтобы она у меня никуда не сверкала. То есть открытый срез у нас должен с вами находиться на пройме. И когда мы с вами отогнем эту бретель, мы поймем, что она у нас лежит правильно. Вот этот вот заутюженный срез у нас должен лежать в сторону нашей шеи. И, соответственно, на заднюю часть мы аналогичным образом сопоставляем нашу бретель. У нас здесь тоже есть метка. Вот она. То есть до этой метки у нас должна располагаться бретель. Я так ее тоже аккуратненько закалываю. То же самое нам нужно сделать с другой стороны. Проверяем, перед это или нет. Да, это перед. Скалываем. Дальше мы берем сборную деталь нашей подкладки. Прикалываем ее лицом к лицу нашему переду. Там, где у нас деталь с драпировкой. И, совмещая все контрольные надсечки, скалываем по верхнему срезу. То есть у нас должны сходиться проймы. Здесь у нас тоже есть контрольная надсечка. Здесь у нас бретели. Скалываем обязательно по части, которая у нас проклеена, потому что мы будем прокладывать по ней строчку. По этой кромке она у нас немножечко стягивает ткань. И заднюю часть, точнее часть с драпировкой, которая не проклеена, нам немножечко надо будет теперь посадить. Потому что из-за того, что она не проклеена, она у нас чуть-чуть больше получилась. Дальше мы скалываем все по верхнему срезу спинки. Смотрите, то же самое мы делаем с другой стороны. Итак, как мы дальше прокладываем строчку? Мы отступаем от средних срезов 3 см. Отсюда начинаем нашу строчку. Делаем ее по всему срезу спинки. Дальше останавливаемся, делаем закрепку. Затем мы делаем строчку по всему переднему срезу нашего лифа. Дальше мы делаем строчку по другому срезу спинки. И также, не доходя до центра, до среднего шва 3 см. Останавливаемся здесь. Места с проймами мы не стачиваем. Смотрим, что у нас получилось. Теперь нам необходимо также разутюжить припуски, как мы это делали на бретелях. И заутюживаем на сторону подкладочной части. То есть той части, на которой у нас нет драпировочной детали. На срезе лифа для разутюживания я также воспользуюсь своей колодкой. И вот так. И заутюживаем их на изнанку. И теперь мы будем настрачивать наш припуск на расстоянии 1 мм на сторону подкладки. То есть так же, как мы это делали на бретелях. Вот таким же образом у нас пойдет строчка вот отсюда, откуда она начата. То есть на 3 см среднего среза спинки. Пойдет здесь. По переду аналогичным образом. И на другой части спинки. Итак, я закрепила припуски на подкладку. Вот так это выглядит. Это подкладка, это лицевая часть. Теперь мне необходимо их подрезать немножечко. И вот так вот аккуратненько. Только не с самого начала, а где-то на 2 см дальше от окончания строчки. Потому что у нас там еще молния будет проходить. Дальше мы будем формировать наш верхний срез. То есть просто заутюживать его. Наша отстрочка должна находиться аккуратненько на изнанке. Не должна переваливаться на лицевую часть. Так же, как и с бретелями, мы поступаем с нашими верхними срезами платья. Вот таким вот образом выглядит наш лиф. Тут мне надо немножечко поучужить его. И теперь можем аккуратненько сделать сборку. То есть вот наш, можно сказать, топ у платья уже готов. Теперь мы будем переходить на нижнюю часть нашего платья. Итак, что я рекомендую сделать для дальнейшего нашего удобства. Мы берем нашу сборную деталь переда. На детали подкладки мы наносим линию 2 см, проходящую на 2 см от среза. То есть по всему вот этому срезу. И мы будем заутюживать вот этот припуск. Сейчас это удобнее сделать, потому что у нас книзу ничего не пришито. Поэтому лучше это сделать сейчас. И то же самое делаем с другой стороны. Дальше мы переходим к нашей детали юбки. Мы берем переднюю часть. Скалываем ее лицом к лицу с нашими боковыми частями спинки. Вот таким вот образом. Совмещая контрольные надсечки. Будем прокладывать строчки на швейной машинке на расстоянии 1 см. А затем обметаем припуски. Итак, я проложила строчки по боковым срезам. Обметала их на оверлоке. Теперь мне необходимо приутюжить и заутюжить на сторону спинки. Мы берем нашу сборную деталь верхней части. Прикладываем ее лицом к лицу. То есть драпировку к нашей юбке. Эту деталь, которая у нас заутюженным припуском, мы пока не трогаем. Находим середину. Скалываем по серединке сначала. Дальше по боковым швам. Тут у нас спереди есть надсечки, которые мы должны совместить. Так, дальше мы скалываем по спинке. То же самое делаем с другой стороны. Дальше я покажу вам, как мы будем прокладывать строчки. Итак, вот я сколола нашу верхнюю часть с юбкой по всему срезу. То есть смотрите, я буду прокладывать строчку в два этапа. Сначала от центра спинки до серединки. Вот у нас есть такая верхушечка. Здесь мы останавливаемся, делаем закрепку. И дальше второй строчкой мы прокладываем, прошиваем вторую часть нашего платья. Я обметала задние срезы на оверлоке. Вот так это будет. Теперь нам необходимо их сточать. Но не до конца, а до места, откуда у нас будет начинаться молния. Мы там делали с вами контрольную надсечку. Так, ее нужно только найти снова. Итак, я скалываю задние детали нашего платья по среднему срезу до метки, где у нас будет начинаться молния. Тут я буду прокладывать прямую строчку с закрепками на расстоянии полтора сантиметра. Я уже проложила строчку по заднему срезу. Теперь мне необходимо разутюжить этот шов. Также на полтора сантиметра я буду заутюживать вот эти припуски под молнией для нашего удобства. Можете начертить тебе линию 3 сантиметра от среза. У меня и так загибается хорошо. Я думаю, что это ровно, правильно. Поэтому я заутюжу так. И здесь тоже самое. Итак, сейчас мы будем втачивать потайную молнию. Для этого нам ее надо сначала продекотировать. И декотируем мы ее таким образом, вот отгибая зубья вовнутрь. Так, сейчас прибежу. Вот, получается, зубья у нас отгибаются. Дальше мы берем наше платье. Молнию мы будем прикалывать, отступив сверху 12 миллиметров. Так, как я измеряю. Нахожу метку 12 миллиметров. И вот на этом уровне у нас будут находиться с вами ограничители молнии. Собачка должна находиться у меня, естественно, с лица. Значит, я ее буду прикалывать вот таким вот образом. Остатки я потом подрежу. Вот, совмещаю метку с ограничителем молнии. И таким образом скалываю по всей длине до нашего стачного шва. Зубья молнии должны находиться у нас на сгибе. На нашем заутюженном сгибе, который мы с вами оставляли. Очень делали. Закалываю я, заходя примерно на 1 сантиметр ниже нашего стачного шва. Теперь я иду на швейную машинку, ставлю лапку для потайной молнии и буду прокладывать прямую строчку по бокам. Строчка будет проходить рядом с зубьей молнии. Кто не знает, лапка для потайной молнии выглядит вот таким вот образом. У нее внизу есть вот такие вот речки. Так, все речки внизу для зубьев. Вот, мы туда будем вставлять наши зубья и у нас иголочка будет проходить ровно по зубьям. Вот таким вот образом располагаем нашу молнию. Так, вот видите, у нас зубья сейчас попадут в эту речку. Делаем закрепку сначала. И дальше аккуратненько идем рядом с зубьевым молнией. То есть у нас в конечном итоге мы должны быть не смысл. Здесь мы будем. И вот так вот мы заканчиваем нашу притачивание молнии. Заходим на сантиметр примерно ниже. Делаем закрепку. Строчка у нас идет по припуску. Дальше мы с вами оцениваем результат притачивания молнии. Мы смотрим, чтобы у нас вот здесь не было видно тесьмы. Так, у меня видны только зубья. Я сейчас застегиваю молнию. Так, застегнула. Теперь мне необходимо напротив вот этого нашего талиевого шва поставить вот такую метку на другой тесьме молнии, которая у нас еще не пришита. И эту метку мы в дальнейшем будем совмещать с другим талиевым швом на спинке, чтобы у нас все было ровно, без прикосов. Снова представляем, как у нас она будет лежать. Смотрите, чтобы у вас ничего не перекосилось, чтобы собачка молнии у нас располагалась с лицевой стороны. Так, то есть мы ее сейчас переворачиваем вот таким вот образом. И когда она у нас будет закрываться, она будет располагаться вот так. Совмещаем ограничители молнии также с нашей меткой 12 мм. и так скалываем по всему заднему шву. Обязательно совмещаем метку. Внизу мы также заходим на один сантиметр после стаченного шва матрицы. Здесь вот примерно закончится у нас наша строчка. Ну, напротив, предыдущий. Если туда подойдет, бабка пройдет точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И тут в конце мы идем, докуда у нас позволяет идти лапка. Поставим закрепку. Дальше мы снова оцениваем наш результат. Смотрим, чтобы у нас не было видно тесьму молнии. Так, у меня ее не видно. Дальше мы застегиваем молнию и оцениваем результат. Выворачиваем на лицо. Смотрим, красиво ли она у нас пришита. Так, тесьмы молнии я не вижу. Вот у меня окончание молнии. Так, молнию я пришила. Теперь нам ее необходимо будет укоротить. Для того, чтобы это сделать, мы ее просто обрезаем, оставляя хвостик где-то сантиметра 3-4. Так вот, обычными ножницами. Не которыми мы краем, а обычные. Дальше я вырезала такой квадратик. У меня он примерно 5 на 5 получился. Я вот так вот с двух сторон подгибаю у него припуски такие, где-то на 0,7, 0,8 сантиметров. Так, заутюживаю так, чуть-чуть немножечко обрежу сбоку на сантиметр. Дальше я припуски по бокам также заутюживаю. Так, и складываю эту штучку пополам. И теперь я ее вот так вот надеваю на наш конец молнии, заколю булавочками и пройдусь к нашему машинке. Есть куча всяких хитрых способов, как закрыть конец молнии. Бывает, отрезают просто вот эту тесьму от остатка и ей закрывают аналогичным образом. Я этот способ не люблю, потому что тесьма не очень такая податливая, в отличие от ткани. От ткани это сделать проще. Строчку я буду прокладывать вот таким вот образом, такой буквой вот такой хвостик у меня получился. Теперь мы с вами будем притачивать свободные концы тесьмы молнии к нашим припускам, для того, чтобы они у нас вот так вот не болтались. Мы просто по контуру тесьмы проложим прямую строчку до конца. Я закрепила тесьму молнии к припускам. Вот так это выглядит. Нам не болтается теперь. Дальше мы будем закрывать наш верхний срез полностью. Ну и соответственно срез молнии тоже будем закрывать нашей подкладкой спинки. Вот так вот. Тут у нас 3 сантиметра нестачные оставалось наверху. Вот так вот закрываем его, совмещаем, скалываем булавками. Здесь у нас с вами подогнутый припуск. Его мы так и оставляем подогнутым. Он у нас должен заходить чуть на 1-2 миллиметра ниже нашего талиевого шва. Вот таким вот образом. И так вот по всей длине дальше скалываем булавочками наше платье. То же самое делаем и с другой стороны. и так я скалола нашу спинку. Мы будем прокладывать строчку на расстоянии 1 сантиметр. Вот так вот. По молнии получается. И вот тут вот доходя до нашей строчки, которая была здесь. и так я проложила строчку. Вот так это выглядит. Теперь нам необходимо подрезать уголочки вот таким вот квадратиком. Осторожно, только не задевая строчку. и будем выворачивать это все на лицо. Я вывернула нашу подкладку спинки. Вот так это все выглядит. Сейчас я буду это все дело приутюживать. с одной стороны, с другой стороны. И теперь после этого мы будем закрывать наш вот этот талиевый шов подкладкой. Для этого мы сначала возьмем нитки и иголку и будем вручную заметывать. Вот таким вот образом я заметываю подкладку к нашему изделию. С одной стороны, с изнанки у меня напуск от этой подкладки чуть ниже вот этого шва. Где-то на 1-2 миллиметра нам так удобнее будет прокладывать строчку. И вот таким вот образом я это все и шиваю. Итак, я приметала подкладку к нашему платью. Вот так это выглядит. То есть напуск у меня тут ниже вот этого шва где-то на 1-2 миллиметра. И сейчас я буду прокладывать шов вот в эту канавку или прямо рядом с ней можно проложить строчку, если у вас не получится проложить в канавку. так я проложила строчку вот так это выглядит так это выглядит с изнанки то есть у меня закреплена подкладка по всему срезу телевизору на Дальше мы будем подшивать низ изделия. У нас припуск поликалом 2 см на подгибку низа. Сначала мы по бокам и по шву спинки подрезаем вот этот припуск примерно на 1,5 см, не задевая строчку от швейной машинки. То есть оверлок срезаем, чтобы у нас все более плоско лежало. Так, на двух боковых швах и на шве спинки. Дальше мы будем заутюживать припуск сначала на 1 см, и потом еще на 1 см. И будем прокладывать строчку на швейной машинке. Итак, я подогнула и подшила низ на нашем платье. Вот так это выглядит. Припуск у меня получился 1 см. Дальше. Аналогичным образом мы поступаем на наших рукавах. Также на 1 см заутюживаем. И дальше по инструкции написано, что второй раз нужно заутюжить тоже на 1 см, чтобы вставить туда резинку. Но мне кажется, что 1 см для резинки будет мало, и я заутюжила почти на 1,5 см во второй раз. То есть у меня первая подгибка 1 см, вторая подгибка 1,5 см. Дальше мы будем прокладывать прямую строчку по окату рукава, точнее не по окату, а по срезу рукава, оставляя отверстие где-то 1,5 см для вдевания резинки. Рукава мы уже с вами ранее стачивали, я вам показывала, как это делается, и еще я их обметала на оверлоке и заутюжила наш припуск на заднюю сторону рукава. Задняя сторона рукава – это там, где у нас две вот этих контрольных надсвичек. Я проложила строчку по нижнему срезу рукава, оставила место для вдевания тесьмы, после того, как мы вставим резинку, мы вот так вот аккуратненько закроем этот шовчик прямой строчкой. Дальше мы идем на швейную машинку, ставим там максимально возможную длину стежка, у меня это 5 мм, и самое слабое натяжение нити на единичку или на двойку, и будем прокладывать две параллельные строчки на расстоянии 5 и на расстоянии 7 мм по окату рукава. Вот от этих двух меток до вот этой одной метки. Итак, я проложила две параллельные строчки без закрепок. В конце я оставила длинные концы нити, где-то 10 см. Теперь нам нужно еще нанести наши контрольные надсечки на рукавах, если они у вас стерлись. Вот где у нас середина, допустим, где у нас обозначение двойная надсечка, вот эта сзади. В общем, их на всякий случай нанесите, чтобы вам было дальше легче работать. И теперь нам необходимо сделать, стянуть рукав. Стягиваем мы за нитки, которые у нас были в шпульном колпачке. Берем вот так вот две нитки и прям вот так вот стягиваем, аккуратненько делаем сборку. Эта сборка у нас должна совпадать с окатом рукава. Вот от этой метки до этой метки уже на самом платье. То есть мы сейчас будем прикладывать наше готовое платье и смотреть, подходит ли окат или нет. И, соответственно, делать сборку. Не забываем, там, где у нас две метки, это задняя часть рукава, там, где у нас одна метка, это передняя часть рукава. Соответственно, вот, например, этот рукав. У меня здесь две метки. Я его прикладываю к себе. Смотрю, ну, я его вывернула на лицевую сторону, прикладываю к себе, так как он у меня должен находиться в моем готовом изделии. Понимаю, что это у меня левый рукав, потому что две метки находятся сзади, если я одену этот рукав на левую руку. То есть, соответственно, я ищу левую пройму. Рукав у меня вывернут на лицевую сторону. С лицевой стороны платья, вот у меня лицевая сторона платья, с лицевой стороны платья я его вот так вот вкалываю. Совмещаю боковой шов и шов рукава вот так вот. И скалываю его. Аналогичным образом мы совмещаем все метки. Метку середины, двойную метку, которая у нас обозначает заднюю часть. И если у нас рукав больше, чем пройма рукава, значит, мы еще вытягиваем перо. Наверное, не так вот. Я вколола рукава в пройму. Вот так это выглядит. То есть, я совместила все контрольные надсвечки, которые у нас были. И там, где нужно, я стянулась за ниточки. То есть, у нас все строго должно быть распределено по контрольным надсвечкам. Теперь я иду на швейную машинку, прокладываю строчку на расстоянии 1 см. И обметаю весь окат рукава на верлоке. Я втачала рукав и обметала пройму на верлоке. Теперь мне необходимо все это приутюжить и заутюжить припуск на сторону рукава. Так, мне останется только вдеть резинку. Закрыть это отверстие, и мое платье будет готово. Итак, сейчас мы будем вдевать резинку в наши рукава. На 36 размере длина резинки 25,5 см. Где узнать эту длину? Длина написана на самом лекале рукава. Вот, я отрезаю две резинки длиной 25,5 см. Вы можете взять булавочку или еще что-нибудь, чем вы привыкли вдевать в такие вещи. У меня есть такая штучка специальная, и я просто надеваю швейную машинку. Продеваю штучку, каталки. Теперь я иду на швейную машинку. И стачиваю вот эту резиночку вот так вот в кольцо. То есть, делаю здесь хорошенькую закрепку. Можно мелким зигзагом. То же самое делаем на втором рукаве. Я поставила вот такие вот закрепки на резинках. Вот так вот теперь я ее прячу внутрь и буду прокладывать строчку вот по этому открытому участку. Я закрыла отверстие для резинки. Теперь наше платье полностью готово. OFTUN RGB И отверстие для резинки